Всем привет! Эфир «Заметки о Черкесии». Сегодня у нас в гостях краевед, писатель и действующий член РГО Андрей Асташко. Многие из вас его уже давно знают, особенно по тому знаменитого видео на Крымском телевидении, по-моему. Севастопольском. И вот сегодня мы поговорим, наверное, о теме, которая ближе всего к тебе, потому что ты, в принципе, живешь в Крыму, и вот этой темой занимался. Собственно, о черкесском следе в истории Крыма. Были они там черкесы или не были, или в какие периоды вообще истории Крыма. Расскажи вот в общих чертах то, что тебе известно. Как именно черкесы отразились в истории Крыма? В общих чертах, если как бы глубоко копнуть в историю, то если совсем в древнюю историю копнуть, был такой исторический народ, который называют, ну исторически он известен как Тавры. Тавры, ну нам известно, что вся Северная Причерноморья со времен Геродота, это V век до нашей эры, называлась... Таврида. Таврида называлась Крым, Таврида горная страна, Таврос, Малый Тавр, это горы, которые в Крыму его так называли, Большой Тавр, это сейчас Анатолия, Турция нынешняя, а Малый Тавр, это Крым, Таврида, в Средневековье Таврика. Крым бытовало параллельное название, есть версия, что это, в общем-то, адыгское название Крым, это как скалистый берег, то есть переводится действительно он скалистый, с моря, если его как бы смотреть, скалы идут, да. Вот, и нам известно, что со времен Геродота называлась Скифской Синдикой, называлась Северная Причерноморья, включая Тавриду, Крым, Скифская Синдика. Раз она так называлась, то, соответственно, значит, народ, который там жил, само название народа было Синды, Синды, то есть получается, что на Северном Причерноморье и в Крыму жили Синды, и на Восточном Причерноморье, где побережье Кавказа, там тоже жили Синды, там город Синдика, государство Синдика и так далее. Она. Да, она понынешняя, поэтому если так разобраться, то мы знаем, что Синды предки адыгов, соответственно, значит, предки адыгов в Крыму, получается, жили еще с древнейших времен, потому что вся эта цивилизация, там 4 тысячи лет назад, 3 тысячи лет назад, Хатти, государство Хатти, семья народов Хатти, вот вокруг Северного Причерноморья, вообще всего Причерноморья, то есть из юга, с севера, с востока, с запада, похоже, что по-видимому, ну и исторические сведения говорят о том, что жил один народ, делился на разные там народности, племена там и так далее, вот, но был один народ в древнейшие времена, то есть та цивилизация, предыдущая цивилизация, которая, от которой ныне, по сути, сохранились немногие народы, вот, а если говорить о народах Кавказа, то это вот адыги, в общем-то, и сохранились, от них они сохранили. Я так понимаю, генетика сейчас, то, что говорит о том, что, ну, именно тот период в Северном Причерноморье, люди относились, относились, в большей части, по гаплогруппам, к какой-то общей группе. К общей группе относились, да, мы знаем, если, что гаплогруппа G2, вот это вот G2 или G2, как говорят, G, G2, вот она больше всего, как бы, относится к адыгам, в частности, к синдам, вот сейчас вот среди шапсугов сохранилось, как вот, наследников синда, самое чисто, около 80% сохранилось их, именно вот этой гаплогруппы. То есть, мы знаем, что и 7 тысяч лет назад, и 5 тысяч лет назад были, как бы, приходы, то есть, какая-то часть населения, понятно, давно коренного жила, давным-давно на Кавказе, а из-за того, что эти, ну, народ этот древнейший был распространён, так же, как и язык на очень широкой территории, и из-за тех или иных катаклизмов, естественно, были исходы на родную землю, то есть, периодически, регулярно приходили, приходили и туда, и туда, и туда, то есть, это всё, то есть, расселение всё равно, оно происходило, были миграции, но это, как правило, был один народ, представитель одного, как бы, макро-народа, делившегося на разные народности. Вот, то есть, если, как бы, оттуда историю смотреть, то получается, что жили давным-давно, и на сегодняшний день уже ряд историков современных, то есть, раньше об этом не очень принято было говорить, может, просто не знали об этом, что действительно, как бы, Тавры, они же Синды, это всё же, как бы, выходцы с Кавказа, ну, не то, что, да, выходцы с Кавказа, а, в общем-то, это часть цивилизации, вот, вот этой макро-цивилизации Хатти, макро-цивилизации предков адыков. Вот, есть разные версии о том, на каком языке они говорили, есть такой Олег Трубачёв, был когда-то известный исследователь, он выводит язык из языка индаариев, ну, никому не секрет, для нас, что действительно был исход индаариев, они там севера шли, потихонечку, как бы, смешивались, и в районе Кубани смешение шло, и в Северном Причерноморье, в частности, в Крыму шло смешение, потому, не исключено, что они могли на какой-то момент либо перейти на другой язык, либо, как бы, двуязычными быть, собственно, как сегодня адыги двуязычные, вообще, как бы, много народов со временем двуязычные становятся, вот, поэтому такая версия, что, потому что действительно очень много в Крыму сохранилось топонимов, то есть, названий разных мест местностей, которые можно перевести именно с языка ариев, ну, вот, с индоарийского языка, родственного санскрита, поэтому, это возможно, да, и как на Северном Кавказе, то есть, эта версия не исключается, что это было так, что они говорили на этом языке, а так, в общем-то, по обычаям, по традициям, в общем-то, много совпадений с Кавказом, да, с коренным населением Кавказа и очень много совпадений, вот, это то, что, если говорить совсем о древнем периоде, причем, и мы знаем, как бы, камары, лодки тавров, вот, камары мы знаем, тоже адыгское слово, которое тоже означает именно вот эту вот лодку весельную, и было очень... Типичную для пиратов. Типичную для, вообще, для вот этого всего региона, это, так сказать, река, река море лодки, то есть, и можно и в речных входить в большие реки, такие, как много рек было в Северном Кавказе, на море мы знаем, и сейчас есть там Бух, Днепр, там Дон, Дунай, Днестр, все, достаточно широкие были реки в свое время, и по ним как раз было ходить удобно, то есть, и в реку войти, и в море войти, то есть, в том вот казаки-запорожцы, они, в общем-то, во многом переняли тип этой лодки, то есть, по сути, это лодка, сохранившаяся в неизменном виде, там, за последние три, а то и четыре тысячи лет, то есть, вот, ее, по сути, ее сохранили, вот, Запорожца такая же была еще, там, пятьсот лет назад, точно такая же, там, шестьсот, там, четыреста лет назад. Я так понимаю, как лодка, так и дом, тип строения, да? А тип строения, за это вообще, как бы, тип строения, он сохранился, хада, сад, вот, мы знаем хада в украинском языке, как бы, ну, сейчас сада, вообще имение, как бы, поместье, некие, некая усадьба, вот, даже слова сохранились, но это, если, как бы, отдельно тема, связанная с Украиной, да, это широкая тема, связанная, вот, этих всех связей, они там позже появились, вот, а если конкретно о Крыме говорить, это вот то, что, если мы берем древнейший период, потом был период, мы вот, опять-таки, благодаря такому исследователю, как Александр Гадло, историку-исследовательнице из КЧР Фатима Озова, они вот, она тоже подтверждает это все своими исследованиями, что на какой-то момент в Средневековье, возможно, это было, вот, начало нашей эры, там, может, там, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой век даже, вот этот, вот, вот этот период достаточно обширный, мы знаем, что на территории, вот, нынешнего северной части Краснодарского края, то, что, вот, как бы, исторически Кубанию называется, вот, проживал народ, то есть, были Зихи, были Касоги, а был еще один народ, который называли Сагины или Сугды, и вот мы знаем город Сугдея, нынешний судак, основанный Сугдами, опять-таки, это народ был смешанный уже, потому что территория нынешней северной Кубани, это зона этнического смешения пришедших, так называемых ариев, на тот момент уже ирано-ариев, индо-ариев, до этого, потом ирано-ариев и местного народа адыгов, вот, таким вот смешением, смешанным народом представляются, вот, меоты, то есть, на базе, как бы, местного коренного, влившегося в них пришл элемент, и, опять-таки, предполагается, группа такая, да, и предполагается, что, понятно, были тоже двуязычные, но, возможно, основным языком общения межнационального был язык индоиранский, ну, так мы говорим, язык асов или язык аланов, потому что мы знаем, что аланы – это не народ, это нация, аланы – это группа людей, которая, группа народов, объединенная в некую такую, сообщество, больше где-то политическое, где-то военное, ну, как тогда это было одно и то же, вот, поэтому, когда сейчас вот аланскую, да, как Хазария, позже, и много таких вот, мы знаем, примеров, поэтому сейчас, когда эта вся битва за аланов идет, все там, все кричат, мы аланы, нет аланы, мы нет аланы, мы аланы все, аланы – это не народ, аланы – это не национальность, русские. Аланы, да, это так же как россияне, вот так же как россияне, так же аланы, это вот, аланство определялось не национальным признаком и негенетическим, аланство определялось языком. Принадлежность. Принадлежность к языку, да, принадлежность к языку и группе, на сегодняшний день известно, что это были иранские языки, понятно, от скифов остались, сарматы, скифы и так далее. Вот, собственно, аланы – это вот как группа тех самых скифов и сарматов, оставшихся, которые пользовались этим языком, но если это смешанная группа была, то, естественно, адыгский тоже был в ходу. Поэтому вот мы знаем, что первые их миграции в Крым, в Тавриду, в Таврику начались, вот, Сугде была основана, согласно Синаксарию, в 2012 году нашей эры, то есть это самое начало третьего века, то есть народ Сугдов уже к тому моменту существовал, то есть это были, можно сказать, первые миграции. Мы знаем, что наиболее крупная миграция начинались 6, 7, 8 век, особенно когда там булгары подошли, потом хазары подошли, они потихонечку начали вытеснять. Поэтому вот эта группа людей, находившаяся вот на вот этом вот, как говорится, перекрестке движений, это степи, это всегда перекресток, там всегда все двигаются, поэтому какая-то часть была, мигрировала, это вот керченский полуостров, само слово Керч, допустим, Керч – это переправа, то есть переход или переправа, там где переходили, Азов – это узув, узкая горловина, то есть все эти названия, они все адыгские. И дальше, когда мы включаем территорию Крыма, то есть вот началась миграция, и вот они по берегу в основном туда, вплоть до нынешнего Гурзуфа, потом какая-то часть, вот предгорье, это нынешний Бахчисарайский район, потому что мы знаем, что были в средневековье существовали епархии, там епархия Фульская епархия, там Сугдейская епархия, а их 11 раз объединяли в одно и в другое, они объединялись, разъединялись, то они отдельно были, то они с Угдафульской епархии, то опять они разъединялись. То есть это говорит о том, что жил один народ, просто территориально немножко был разбросан, но учитывая то, что единое культурное пространство, то соответственно и как бы уместно было объединять их даже в религиозном смысле в некую одну административную единицу, поэтому они объединялись, разъединялись постоянно. И это вот так называемое, когда возникла страна Малый Халан, это вот начиная с 10, 11, 12, 13 век до прихода Золотой Орды в Крым, это вот как раз таки страна Малый Халан, город Кыркор или Кыркорское княжество, это вот под Бахчисараем, Чуфуткале город, весь этот регион, который вот большой регион, он горный в основном регион, примыкающий потихонечку через Алушту, выходящий к морю и вот разбросанный в одну сторону, в другую по побережью. Это вот одно было культурное пространство. Интересно, что их продолжали византийцы, византийцы, их называли тавроскифами. Мы знаем, что существовало тавроскифское государство с городом Руксиновар, это нынешнее неапольскифский городище в Симферополе. Учитывая то, что на тот момент, когда это уже возникла цивилизация так называемых Малых Скифов или последних Скифов, там их столица была, они уже тоже говорили не на скифском языке, а на сарматском. Поэтому, опять-таки, мы понимаем, что термин, который определяют как аноним тавроскифы, он идет не по национальному признаку, а по языковому. Потому что тавроскифы античные, это одни тавроскифы, а тавроскифы средневековые, это другие народы, это в общем-то пришло из Кавказа народы, но из-за того, что язык был один, их по языковому принципу называли тавроскифами, то есть, они так вот и идут в византийских хрониках, как тавроскифский народ. Или еще одно название было, мы знаем, что смешение основное происходило на территории Кубани с народом Роксоланы, Роксоланы это в римском произношении, Россоланы, Рошаланы или Рускаланы, как книга Велеса, Ирилина книга пишет о них, вот, и, соответственно, сокращенно русы, попросту русы, ираноговорящий народ. Поэтому народ называли либо русы, либо тавроскифы, либо их называли асы или ясы, либо аланы, то есть, и все это было отношение, относилось больше к языковому признаку, чем к признаку этническому, вот. Это вот как бы, если говорить о средневековой миграции раннесредневековой, раннесредневековых появлений, потому что античное это одно, вот, это раннесредневековая как бы еще одна волна. А вот уже мы знаем, что уже когда их идентифицировать как адыги, собственно говоря, когда они же под своим этнонимом, уже может даже как косоги, кошкову брать объединенные клятвы, как сокляткиники, вот, зихи, те, которые зихи, тоже так интересно мы переводили зихы, те, чьи море, ну, потому что они у моря жили. По моряне. Да, это по моряне, да, зихи по моряне, вот. И если уже говорить об этом, то первые появления их начались, мы знаем, что примерно к 13 веку, тогда, когда был первый, не первый, а четвертый крестовый поход, когда все-таки взяли Константинополь, крестоносцы, вот. Тогда мы знаем, опять-таки, согласно Шори Ногмову, что какая-то часть переместилась, адыгов переместилась в Крым, вначале они встретились с византийским императором, но Византия развалилась тогда на тот момент, Трапезунская империя возникла, Никейская империя, Никея, это сейчас 4 часа от Стамбула, то есть Константинопольские императоры, на тот момент были ласкарисы, они оказались в Никее, тут, как нельзя, кстати, пригодились адыги, тут появились во главе с Арабханом, и необходимо было каким-то образом, тут вообще интересная история, мы вот, кстати, пишем, у нас работа сейчас большая, в нашем Альманахе, 14 глава, там как раз-таки, «Защищай Аграаль», вот тема Византии и адыгов, она очень широко раскрыта в такой красивой художественной форме, там целый детективный роман получается, потому что там действительно очень интересная история. То есть Трапезун... Копубликуйте мы потом. Да, Трапезунт захотел поставить, понятно, что когда была Единая Империя, то Таврика, она как бы подчинялась Трапезунту, ну, потому что рядом, вот, тогда была одна страна. Потом страна, как бы, эти стали самостийными, те сказали, нет, Крым наш, потому что мы как бы, мы же императоры, сюзерены, а те сказали, да нет, Крым наш, он же нам подчинялся. И выслали своих гавросов туда, отправили для того, чтобы утвердить там власть. Для того, чтобы утвердить власть сюзеренам, не киевским императорам, они задействовали адыгский отряд, есть даже версия, что передали чашу, там чашу последнего апостольского причастия, и туда ее тоже привезли, это начало 13 века, но когда адыги туда попали, они поняли, что там уже гавросы плотно основались, они уже как бы создали свое, так называемое, диспатат или княжество Феодоро, начали создавать, и тогда часть адыгов во главе там был Абданхан, потом Кес, вот они поняли, что, в общем-то, управлять они Таврикой не будут, поэтому ушли на Кавказ. Какая-то часть адыгов, и к тому моменту уже существовал орден Святого Георгия, мы знаем, что в 4 веке появился орден Святого Георгия на Северном Кавказе, преимущественно состоявший из адыгов, часть его находилась также в Крыму, предположительно, что, ну, как бы ставкой их был нынешний город, городище пещерный, из Кикермен, почему они поначалу вообще туда все поехали, а потом уже только к Мангупу переместились, да, пещерный город Мангуп, Мангуп-Кале, а сейчас потом ставшей столицей Феодоро, то есть, когда уже основывали Феодоро, то уже, как бы, столица перенеслась там. Да, поначалу находились в этом регионе. Вот, и мы знаем, что Чашу, в конце концов, там переместили, она стала главной святыней, тогда же возникли легенды о Золотой Колыбели, как о главной святыне княжества Феодоро, а адыги стали по реке Бильбек, которая стала называться Кабарта. Вот тут теперь интересный момент по поводу Кабарта, Кабара. Кто такой Кабар, Кабары, Кабиры? Вот, дело в том, что на сегодняшний день уже благодаря того, что вот Хаутип Хитиков, он читает и расшифровывает клинопись, которая, в общем-то, на хатском языке, это почти тот же адыгский язык. Вот клинопись страны Хатти, государства Хатти огромная, то есть, Хат-1, это Северный Кавказ и Малая Азия, вот эта огромная, Хат-2, это Месопотамия. Вот был еще Хат-3, это вот Судан, Куш, вот этот регион. Вот, встречается примерно 3000 лет назад впервые слово Кабар. Кабар обозначало, это тип прически, некой косички, которую носили верховные правители. Вот мы знаем, что в Египте, вот даже вот в мультфильмах современных, когда вот показывают египтян, то есть, у вот этих всех сыновей фараонов, сбоку такая есть, как бы, типа косички. Вот это называлось Кабар. К нему крепилось определенное статусное, статусный головной убор. Вот этот статусный головной убор, он тоже назывался Кабар. Кабар, другими словами, это означает верховный, верховный правитель. И это слово сохранилось в арабском языке, как Кабир, верховный, в турецком языке, как Кибир, верховный. Вот это старинное слово. Отсюда, в общем-то, пошло и Кабар. Поэтому, когда мы понимаем, что переместился верховный правитель, а согласно Шориногму, это у нас Египта, с Месопотамии пришли, вот, и разместились в Крыму, стали по реке Кабарта аулами. Даже аул Кабарта был напротив нынешнего населенного пункта Танковая. Там даже огромный дуб стоял, 800-летний Говоровский дуб, его только в начале 20 века спилили, там, где собирались нахасы, где там ветки были колоннами подперты, это описание всего этого есть. То есть, как бы такое место. И Кабартат давать, Кабарт, то есть, это можно перевести, как ставка верховного. То есть, Кабарта, по большому счету, это ставка верховного. То есть, где ставка верховного, там и Кабарта. То есть, переместились дальше, она там. Я правильно понимаю, что здесь имеется в виду о полноценных каких-то поселениях, но пришедших извне? Да, полноценные поселения, пришедшие извне. Есть, опять-таки, есть сведения, что орден Святого Георгия, а магистром ордена Святого Георгия был сам император, то есть, любой император, он был, как бы имел еще и чин магистра ордена Святого Георгия, воинского ордена. Вот, а учитывая то, что в него входила большая, ну, большая часть адыгов, то есть, выходцы в Северном Кавказе, то они к тому моменту там уже проживали. Вот, здесь произошло некое объединение, одни охраняли чашу, другие охраняли границу, потому что адыгов селили как пограничников, они действительно в пограничных регионах находились. Вот, и это как бы такое уже как адыгов проникновение, туда, когда мы уже понимаем как адыги. Вот, дальше уже шли там какие-то свои движения, а 14-15 век мы уже знаем что рядом с эскикерменом есть ущелье Черкес-Кермен, что переводится Черкесская крепость, там стоит башня, называют Кискуле, ну, это сейчас она так называется, но там плита была, где 6 или 7 тамг, 6 разных родов, которые к разным относятся субэтносам адыгов, там и бжедуги, и темиргоевцы, и там есть даже абазины, и кабардинцы там есть, и жанеевцы есть, разные есть. Вот, мы знаем, что там находился князь Болотока, Болотока у нас, ставка была под Белореченском, Болотока, недалеко от Майкопа, темиргоевский князь, да, вот, Георгий Биберти, или Пиуперти, как его там называли, Биберда, князь Биберд, и вот его уже род непосредственно, он роднился с князьями Феодорогавросами там, то есть, они поступили на службу и уже роднились. Мы знаем, что гвардия была из адыгов у князей Феодорога, мы знаем, что конницы собственной не было, была конница вся, адыгская конница, и даже в битве при Синих Водах, это на Хмельничине, там получается 1362-63 год битва была, где с князем Литвы, нынешней Белоруссии, бились три, там описано, как бы три хана, ну понятно, что не ханы, ханов не было в Крыму тогда, не ханы, беи были, то есть, яшлавские беи из Кыркора, беи, которые бились из Салхата, Крыма, и мангубский князь Дмитрий Гаврас бился в этой битве, да, битву они проиграли, но конницу, конницу, одно из как бы подразделений конницы была вот именно феодоритская конница, но конница она была, она адыгская была, эта конница, вот какое-то там небольшое подразделение было, впервые, а потом мы уже знаем, как уже историческую развертку, уже эпохи рассвета княжества Феодоро, это начало 15 века, это князь Алексей Старший или Алексей Первый, вот, и дальше уже начинается развертка, то есть, получается, его внук был Александр, он, у него мамой была Черкешенко, упоминается, как Анна, в крещении Анна, Анна Черкешенко, соответственно, сестра была Мария, ее выдали потом замуж за великого господаря Молдовы Штефана Чельмаря, Штефана Великого, вот, и ее называли тоже, как бы, Черкешенко, но Черкешенко не по национальности, а потому что мама Черкешенко была, потому что согласно тогдашней титулатуре, если, допустим, заключались династические браки между персонами, как бы, царской крови, императорской крови, то дети, они имели право брать и титул, и фамилию, то есть, как бы, дополнительно со стороны матери, и герб тоже, поэтому могло имя быть, и фамилия быть, и герб оттуда мог идти, вот, как бы, со стороны матери, то есть, объединялись два рода, и дальше уже, как бы, статус мог быть выше, из-за этого, ну, или благодаря этому, вот, поэтому много очень, как бы, из-за вот этих названий, может быть, путаницы, но здесь мы в этой путанице разобрались, у нас несколько лет ушло исследование на это, вот, в частности, как бы, наше общество Святое Феодора Гавроса, которое занимается непосредственно историей средневекового Крыма, в частности, Гавроса, вообще, этой темой у нас несколько лет прошло, исследовать ней, как раз, конкретно по адыгскому периоду, черкесскому периоду истории Крыма, то есть, это вообще было белое пятно, это вот Андрей Васильев, Татьяна Фадеева, известная из Академии Иран, из Москвы, вот, на эти темы мы, в общем, как бы, работали, и благодаря этому, и династию удалось все эти династические связи раскрыть полностью, и удалось, как бы, все это белое пятно закрыть, потому что мы знаем, что Южный берег от Гурзуфа до Алушты, и от Алушты до нынешнего Приветного, Успут называлась, это граница Алуштинского района и Судакского района, этот весь кусок берега прилегающий, он был спорной территорией между Феодоро и Генуей, ну, на тот момент Генуя имела свои фактории, имела свои, несколько своих консульств, и вот этот Южный берег, он назывался Капитанство Готия, ну, это же Готия и местность называлась, и вот этот регион конкретно, который вот именно факторий генуэзских, он назывался Капитанство Готия, от Балаклавы было почти вот до Феодосии, там даже Керчь включала немножко, когда возникли спорные территории между Феодоро и Капитанством Готия за Южный берег, уже происходило в 14 веке, 13-14 век, это когда Генуя освоивала Черное море, и когда, в общем-то, эти территории берега Крыма, они потихоньку себе захватили, там не без боев, там известные легенды о том, как бились и так далее, защищались, ну, в общем-то, они все прибрали вот эту полоску берега, они прибрали к себе, и получается, что какой-то кусок стал спорной территорией, и для того, чтобы эти споры, как-то вот их уладить, эти споры, то как некой третьей силой, которая могла стать балансирующим звеном, это были адыги, то есть, черкесов поставили управлять все, то есть, они договорились, в начале 14 века, вот именно как раз от Алексея, при котором рассвет Феодоро был один из наиболее могущественных, они договорились, и что Генуя отдает территорию от нынешнего Ускута до так называемого Гурзуфа, до Медведь горы, вот этот весь кусок берега они отдают, и после чего, но ставят в управление адыгов туда, и ставя в управление адыгов, нам даже известны так называемые, ну, долгое время, вот сейчас, когда начали эту тему открывать, они пишут имя Кейхиби, но это не имя, Койхиби, правитель приморского селения, если переводить Куайхи, приморское селение с адыгского языка, то есть мы знаем, что это все вот эти вот род Болотока был, потому что они свой род дали, то есть их поставили как балансирующее звено, вот, и весь, вся эта территория, то есть мы знаем, что был Дер Биберди, один из сыновей, или там каких-то вот родственников местных, вот Болотока, который находился, который правил куском, вот от Алушты туда, восточная часть почти до Судака, до нынешнего, да привет, этот кусок был под ним, то есть они ставили регионально, везде присутствовали, мало того, что присутствовали гарнизоны, вот есть даже, мы знаем, что в крепости Каламита, западный форпост Феодоро, это нынешний Севастополь, Инкерман, крепость на монастырской скале стоит, Георгиевский монастырь, носил имя Иоанна Предтечи, а главный храм носил имя Святого Георгия, это значит, что наверху и ход туда идет, в крепости стоял, значит, подразделение ордена Святого Георгия, которое эту территорию охраняло, то есть это был воинский монастырь, на самом деле, следующий монастырь Святого Георгия находится на Фиоленте, примерно тоже того же времени, мы тоже об этом знаем, вот, то есть их присутствие, то есть пунктирно, да, оно было пунктирно, да, они не присутствовали как народ, они присутствовали аулами, они присутствовали общинами, они присутствовали подразделениями, воинскими теми или иными, Они присутствовали княжеской элитой, там они присутствовали какими-то родственными взаимодействиями, вот, и, допустим, если дальше смотреть по поводу, вот, когда Мангуп пал, ну, Мангуп, Феодоро, город Феодоро, когда 1475 год турки захватывали, полгода штурмовали, это была вообще эпическая битва, потому что очень много легендарных исторических личностей в этой битве участвовало. Есть даже, мало того, что там Иоанн фон дер Лауниц участвовал на тот момент, магистр ордена Святого Георгия, император погиб, а на себя, то есть, как говорит, магистрские функции взял он, то есть, ему перешли магистрские функции. Потом есть версия, что он женился на одной из дочерей князя, и они всё-таки удалось им прорваться, вырваться в Александрию, к Мамлюкам, и основать в Александрии Александрийский приорат ордена Святого Георгия. То есть, последние дни или годы ордена он существовал в Александрии, при Мамлюках, именно черкесских Мамлюках. Есть версия, которая наиболее вероятна, что, будучи молодым, они там все одного возраста примерно были, и князь Александр, и тот же Иоанн фон дер Лауниц. И мы знаем, что Биберди, фамилия Биберди была у Каншао Аль-Гаури, предпоследний мамлюкский султан, а он в это время находился в Крыму, Биберди. То есть, значит, он по всем, как говорится, если сопоставят все факты, то он тоже в этой битве участвовал, он тоже находился, когда бился за Мангуб. И он повероятнее всего, что он тоже на ком-то из дочерей женился, то есть, они все вместе, им удалось уйти туда. То есть, именно в это время они попали в Египет. Все вместе после битвы за Мангуб они попадают в Египет. Он впоследствии становится предпоследним султаном мамлюкского Египта, а его там свояк, или как его назвать, Иоанн фон дер Лауниц, который, он остается магистром приората Александрийского ордена Святого Георгия. Там, тоже в Египте. То есть, это все в одно и то же время происходит после того, как турки захватили Таврику, Крым, Феодорода, в частности, когда захватили. Понятно, они и Берих захватили, капитанство Готи, все это они захватили. Там же был троюродный дядя последнего Мангубского князя Александра, Иоанн Хазюк. С Москвы он, потому что ветка находилась на тот момент уже в Москве, Гавросов, еще при Алексее Старшем, его старший брат ушел, в Москве остался там, он Симонов монастырь основал, там они как-то туда, по той линии пошли. А дядя ехал просто в Иерусалим и по пути заехал, ну и попал на битву, ну он погиб в этой битве, ну в общем-то тоже правое дело. До Иерусалима не доехал, погостить заехал. И еще одно, как бы, это то, что точно известно. И есть версия, что защищал Мангуб и на тот момент действующий крымский хан. Дело в том, что Александр, который он был его каном, он воспитывался в Бахчисарая при дворе в детстве, то есть он был там в Аталычестве. Поэтому, по-видимому, с отцом последнего князя Мангубского была договоренность, что его как Аталыч должен защищать своего хана. Соответственно, вероятность, большая вероятность, это в каких-то источниках тоже есть, что ведь он был против вторжения турок. Это бейская верхушка решила призвать турок, и как бы, чтобы все было хорошо. А хан был против. И, как говорится, версия наиболее вероятна, что он тоже защищал на тот момент город Феодоро и княжество Феодоро, наряду со всеми остальными, со своими, как говорится, гвардией. Потому что он был же союзником еще с Дегизольфи, последним Таманским князем. Последним Таманским, да, получеркесом, полугенуэзским князем, да, они еще вместе с ним вели. Впоследствии переписка была о том, чтобы ханскую и султанскую власть убрать. Вот это все, все эти настроения антитурецкие, они потом еще, как говорится, продолжали, шлейф еще шел этих всех движений, всех этих там вот. Поэтому это такая вот интересная политическая ситуация на тот момент была. Действительно, такие исторические лица, вот они участвовали в этой битве. Там, понятно, Феодоро пало, там князей казнили, кто там куда-то где-то разбежался, кто-то остался, но адыги никуда не делись. Когда все-таки турки взяли эту территорию, когда крымское ханство вошло, начало входить в период, в пик своего рассвета, то адыги начали верой и правдой, они же там уже находились, служить крымским ханам. То есть, мы знаем, что чуть ли не у каждого второго крымского хана была мама Черкешенко. Мы также знаем, что согласно законодательству крымского ханства, ни один хан не имел права даже соискателем быть на престол, если он не воспитывался в атоличестве в Черкесии, где бы в любом там ауле, регионе, там у какого-то народности черкесской. Вот, поэтому возник целая даже, у адыгов целая прослойка ханука, известнейший хан Гирей Султанов. Да, ну Гирей вообще. Да, Гирей, ну вообще Гирай правильно, но в произношении Гирей Джирай, Гирей, вот как вот она произносится, это по-русски больше, вообще Гирай. Русская языка. То есть, они здесь, да, по-средническую, они становились адыгами, они уже как бы на адыгском говорили, вообще полностью адыгами становились, но сословный статус ханука они сохраняли. И вот эти вот по-среднические действия между ними происходили постоянно. По одной из даже опять-таки версий, тоже достаточно правдоподобной, что когда хан становился на престол, вот его уже короновали, инаугурацию проходила они все в Гюзлёве, в нынешней Евпатории, в ханской мечети Хан Джами, построенный архитектором Мемаром Синаном, величайшим архитектором Сулеймана Великолепного, вот, и что якобы даже присягу давали на адыгском языке, наверное, вот такая даже информация есть. Ну, дублировали. Дублировали, может быть, да, вот, и мы знаем, что они, Янычарский корпус у себя основали подобие, не Янычарский корпус, а подобие, назывался Копы-Кулу, Копы-то ворота, ну то есть это слуги-врат, привратники, которые охраняют, в общем-то, врата. Это была личная гвардия ханов, вот. И если у каждого, если мы понимаем, что там у каждого второго-третьего хана была мама Черкешенко, то на какой-то момент они уже, то есть они даже этнически получались, на каком, в каких-то поколениях, да, уже, можно сказать, адыга, это так же, как с российскими императорами. У всех мамы немки, то есть ты этнический, как бы они немцы этнические, ну, в общем-то, российские императоры. Так же и здесь, получалось и с крымскими ханами так же, то есть были постоянно взаимоотношения. Вот эти вот войны, которые мы знаем, вот начиная с пятого крымского хана, он был внуком первого хана, просто их там три брата было, а он стал третьим по очереди после двух своих братьев, то есть пятым ханом он стал. Вот, Сахид-Герай, то есть у него было несколько походов в Кабарду достаточно успешных, откуда Копы-Кулу появились, это кабардинцы выведены оттуда, которые стали, ну, там, как там получалось, по каким-то договоренностям у них, в общем-то, они служили, там до трех тысяч человек служило. Плюс мы знаем, что были, аулы продолжали существовать, они никуда не делись. И там, и там, и там разбросано везде по территории тогдашнего крымского ханства. Вот сейчас, допустим, когда едешь в сторону Керченской переправы, не доезжая до Феодосии, есть поворот на Коктебель, село называется Насыпное, ну, по созвучию, а называлось Насыпкой. Насып по-адыгски это счастье, Насыпкой, то есть селение счастья, это прямой перевод с адыгского языка. Вот, допустим, Межгорное под Белогорском, Баксан называлось, это Малосадовое, Ташбаксан. Дальше, это Голубинка, это вот по Бельбеку, где граница шла, где река Кабарта. Фо-ти-сала, фо-мёд, фо-ти, давать мёд. До сих пор по всей Бельбекской делине только там стоит пасека, до сих пор мёд даёт. Вот, и так далее, там, Черкесс-Кермен, это понятно. Вообще, и куча-куча-куча названий, во-первых, которые просто с адыгского языка переводятся, а помимо этого ещё порядка 20 названий с приставкой Черкес. Третья вершина Крымских гор, Черкес-Кош. То есть, Роман-Кош, Зятин-Кош, Черкес-Кош. Черкес-Узень оттуда река течёт, пространство между рекой Кача и Бельбек огромная, там такая равнинная часть, горы гористые равнинные, Черкес-Тюз, ну Тюз это как бы плоскостная такая обширная часть и так далее. Там Черкес-Кермен, Черкес-Чокрак и с приставкой Черкес очень много. Да, Черкес-Татарский. Да, сейчас очень модно почему-то стало говорить, что Черкес это всё же какое-то тюркское название какого-то тюркского народа, но так утверждать не совсем правомерно, по той простой причине, что слишком яркий и явный адыгский след, во-первых. Во-вторых, я же говорю, название, то есть ты же язык-то ты не обманешь, если это садыгского языка, то это садыгского языка. И если это никак на татарский не переводится, точнее с татарского, оно садыгского переводится, это садыгского языка. Если на башне Болотока, там кстати эту плиту выломали, её же выломали. Там плита была, там это всё, был такой учёный Чёров, это всё можно в интернете найти, который всё это описал, зарисовал. В моей книге есть рисунок всех тамг, где установлены чьи тамги, откуда тамги, какие адыгские рода этих тамг. Они что там, просто так появились, что кто-то решил себе там мемориальную табличку приделать, перерисовать. Поэтому след слишком явный, то есть его никуда не спрячешь, никуда не денешь. И чем дальше, тем больше. И особенно период Крымского ханства, взаимодействия садыгами. Но они носили, на самом деле все эти войны, они носили характер как бы внутренних конфликтов. Потому что по линии монаршей они были родственниками. Там часть какая-то жила, там часть какая-то. В сборке с вассалами. Да, да даже не с вассалами. Они кто-то считал себя вассалами, кто-то себя вассалами не считал. Но понятно, что когда ты, допустим, себя считаешь повелителем двух материков, то ты склонен кого-то считать вассалами. Но это ты так склонен кого-то считать. Эти люди себя не считают вассалами. Потому что пойди, ну пойди, забери их. Видимо, так и получилось. Каким-то образом. Так вот так и получалось. Кто-то кого-то считал вассалом, почему-то претендовал на эти земли. Люди себя вассалами не считали. Давали постоянно вид сич, ну отпор давали, четкий отпор. И вот это вот все эти качели постоянно происходили. Плюс надо не забывать, что если у тебя воспитываются на территории Чиркесии как минимум пять ханычей, и один из них только будет ханом, а остальные у тебя. Кто-то у тебя остается, кто-то не остается. То как только начинается вот это вот хана нету, да здравствует хан, начинается межклановая политическая игра. Каждый начинает выставлять свой кандидат. Ну так же, как сейчас. Начинается вся эта, как говорится, гонка предвыборная. Тогда было то же самое. А кому-то решить какие-то вопросы, тогда там саблей все решалось. Поэтому это тоже момент присутствовал. Поэтому все вот эти вот войны между Чиркесией и между крымским ханством, их скорее надо рассматривать не как какие-то тотальные войны, там глобальные войны. Их надо рассматривать как некие внутренние решения каких-то внутренних вопросов. Именно внутренних вопросов. Да, это выглядело как войны. Но, тем не менее, они имели в основном, большая часть это было недоразумение по поводу статуса. Когда одни других считают вассалами, а другие говорят, да мы вообще-то как бы свободные люди, мы никому не вассалы. Да, если мы там с вами каким-то образом породнились, это еще не означает, что мы вам должны. Ну то есть примерно вот так. Разница в понимании. Да, разница совершенная в понимании. Потому что азиатский способ мышления, понятно, что если человек тебе дал, скажем так, ты даже с ним входишь в какое-то взаимодействие и заключаешь военный договор, и присягаешь быть верным в военном договоре, почему-то это воспринимается как верность, что он тебе на всю жизнь обязан быть верным, и что он тебе подчиняется всю жизнь. Хотя договоренности такие, то есть на какое-то время всегда заключались. Ну понятно, есть допустим совместное дело, совместная война, вы договорились, грубо говоря, контракт заключили, наверное, друг к другу. Но он же действует, пока это дело действует. Дело закончилось, все, все разбежались. Никто никому ничего не должен. Примерно так же и там. Но кто-то почему-то решал, что он должен все равно. И поэтому возникали и та же самая канжальская битва. Кто-то кого-то обидел, кто-то куда-то пришел. Те собрались, решили, а что вообще к нам пришли? То есть мы вообще что-то должны вам? Да вот так произошло. Все понятно, произошла битва. Порешали, да, битва грандиозная, спору нет, красиво все там сделали, все очень грамотно. Поэтому через пару лет опять пришли. Поэтому да, опять пришли, поэтому все равно опять пытались идти. Поэтому Жабаги Казанока даже вмешивался там в 40-е годы 18 века для того, чтобы предотвратить войну, предотвратил как дипломат. Потому что все равно возникали какие-то причины. Именно недоразумение, потому что каждый считал по-своему. То есть не было общего понимания. Но оно у него и не могло быть, потому что разная ментальность. Просто разная ментальность. Такой вопрос еще, вот популярная версия о том, что кабардинцы, собственно, мигрировали с территории Восточного Крыма или там они когда-то вот в Кабарду, там условные 14-х. Ну вот по поводу кабардинцев я уже говорил, что Кабар – это не национальность, это обозначение титула Верховного. Соответственно, Кабарда находится там, где находится Верховный. То есть если он находился там, значит Кабарда была там. Мы понимаем так, что в какой-то момент из Крыма произошло перемещение, эмиграция вот этой группы. Вот это как раз таки описывает Шора Ногмов. Это как раз таки этот момент с Арабханом, Абданханом. Там вот этим вот, кто там был, между ними шли какие-то еще дальнейшие его потомки. И в конечном итоге Кес. То есть как бы Черкес, Пширкес, ну есть такая версия, то есть как бы княжество Кеса. То есть когда поняли, что там управлять не будут, потому что там уже гавросы стоят, то там переместились туда. Верховный переместился на Кавказ и дальше уже миграция пошла. Почему? Она же, получается, что верховные князья Черкесии, все, которые потом вот эти Инолиды, Инолонеху, Инолосветлого, Инолиды, они же, получается, что передвинулись все-таки с Крыма. И передвинулись на Кавказ. И оттуда уже пошла уже по всему Кавказу вся вот эта вот династия Инолидов. То есть получается, вот. И когда Кабар переместился туда, где сейчас Кабарда, там стала Кабарда. Ну да, да. Потому что туда переместился. Свободные территории нашли абсолютно. Какую-то массу увлекли за себя. Нельзя сказать, что это территории были свободные. Условно, да. До них там существовала так называемая Кавказская Алания, но опять мы знаем, что это населенная разными народами. И в том числе адыгоговорящими народами. Сейчас вот Павел Петрович Шипшук, он как раз таки развивает тему сонов. Сона. Сона. Как бы адыга, абазоговорящая. Ну то есть местный, конкретно местный народ, который никогда ниоткуда не приходил всю жизнь там был, говоривший на этом языке. Кстати, надо будет еще развить тему, потому что сейчас даже генетики, насколько я знаю, подтверждают, что была еще какая-то группа кавказцев, близких к Абхазам, но как отдельная ветка. Которая там, на Центральном Кавказе. Она скорее не отдельная ветка, она была предковой веткой абазинов, если так говорить. Если так говорить, именно абазинов региона вообще Центрального Кавказа. И туда, то есть, вот этот весь кусок. То есть, их Сона называли, вот почему Сванетия Сона. Кто управлял Сванами? Дадишки ли Ани? И Ани, это приставка сванская, конкретно Сван. А Дедешко, это уже кабардинские князья, адыгские князья, Дедешко. Тут само имя за себя говорит, дядюшка украинская фамилия отсюда идет, известный актер был. Вот возвращаясь к кабардинцам, условно говоря, у тебя есть какое-то видение, понимание, допустим, в какой период все это происходило, именно перемещение? Начало 13 века, 1204 год, это 4-й крестовый поход, захват Константинополя. После этого, через 10 лет, примерно через 10 лет, попадает так называемый вот эти вот кабар, кабар верховный со своей группой, попадает, видимо, с чашей, попадает в Крым. В этот момент там уже находятся гавросы, они их опередили. Ну, то есть, там война, игра престолов шла, на самом деле, самая настоящая. Вот, это вот момент попадания туда. Да, это уже попадание их, как адыгов туда. Потому что то, что было до этого, вот эти там сагины, сугды, да, это тоже адыги, смешанные с теми, с теми, но мы их еще не знаем, как адыгов. Условные предки, да. Условные предки, да. А там тавры, понятно, все это синды. А это вот, если мы конкретно говорим уже об адыгах, то это вот примерно это время попадания. В 13 век. Да, 13 век. Понял. Ну, спасибо за такое обстоятельное интервью. Я думаю, мы еще после выпуска в комментариях обсудим, какие-то вопросы, наверное, возникнут, потому что тема такая достаточно уникальная. Можно будет ее развить впоследствии. Очень ждем материалов по Аль-Монаху, книг, да и вообще. Ну, будет, вот у нас как раз-таки в середине мая будет большая, как говорится, рекламный тур, когда он уже выйдет и можно будет и увидеть. Следите, будут новости. Да, будут новости по этому поводу. Спасибо, Андрей, большое. Смотрю. Все. А вы делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.